МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Область события Факты в эфире. Как всегда, подводим итоги уходящей недели. В студии Анастасия Петраш. Здравствуйте и смотрите сегодня. Костры не разводить. Особый противопожарный режим введен в Преамурье. Изменят правила о потерявшем жилье. В результате ЧАЭС будут помогать по-новому. Встали в пробках. Автомобилисты областной столицы жалуются на сильные заторы на Калининском переезде. 10 суток за дебош за хулиганство на борту арестован пассажир авиарейса Екатеринбург-Благовещенск. Особый противопожарный режим введен в Амурской области. С 10 октября в лесах и населенных пунктах запрещается разводить костры, поджигать листву и мусор. Для тушения лесных пожаров в Амурской области создан резерв сотрудников профильных ведомств и техники. Ежедневно проводится авиапатрулирование. Напомним, за нарушение правил безопасности в условиях противопожарного режима гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей. До 50 – должностным лицам. И до полумиллиона – организация. Между тем, численность лесопожарной группировки составляет почти 950 человек и 460 единиц техники. В том числе 4 самолета и 2 вертолета. Напомним, с начала октября в регионе зафиксировано 6 лесных пожаров. В общей сложности сгорело 370 гектаров. В тушении пожаров было задействовано почти 100 человек и более 10 единиц техники. Осмотрел школы Норска и Углового, а также встретился с подтопленцами. Глава Преамурия посетил Селемджинский и Мазановский районы. Именно эти территории больше других пострадали от летнего паводка. Губернатора интересовало восстановление социальных объектов, выплата компенсаций пострадавшим. Он также ответил на вопросы жителей. Подробности в нашем материале. За неделю мы 4 класса подготовили, учились здесь, отмыли, учились здесь. Потом через неделю мы перешли в эту часть школы. Первым делом после паводка в Норской школе провели обследование здания. Ремонт начали с помещений начальных классов. Сейчас приступили к ремонту остальных кабинетов. Идет замена полов, система отопления дверей. После того, как классы будут готовы, строители начнут заниматься спортивным залом, коридором и обшивкой фасада. Несмотря на ремонтные работы, уроки в учебном заведении идут. Дети учатся в две смены. Занятия посещают 33 человека. После осмотра школы глава региона посетил дома селян, которые пострадали из-за разгула стихии. Люди рассказывали о том, какую поддержку им оказали, а также, как идет ремонт их жилья. Нет проблемы с выплатами денежных компенсаций. Сейчас люди ждут поступления денег на ремонт и приобретение жилья. Об этом сообщил глава селемджинского района. Все выплаты, которые у нас были региональные и федеральные, все выполнены. Овощи, то, что она была помощь от области, также все раздано. Проведена директизация. Сейчас смотрим эффект. Ну и, соответственно, посмотрим, может, нужно будет повторно проводить. Ну, дальше. Печи у нас восстановлены. Те, что у нас были. Часть восстановили за счет помощи печников, ну и, соответственно, с бюджета области, но выделили деньги, мы их оплатим, эти работы. Часть люди отказались, ну и восстановили сами. Ну, раздали материалы тем, кому нужны были. А это уже село Угловое Мазановского района. А здесь во время паводка тоже пострадала школа. Дети, 38 человек, временно обучаются в селе Таскино. А в здании учебного заведения сейчас идут восстановительные работы. В частности, укрепления несущей стены в подвале здания. После осмотра школы глава региона поговорил с жителями села. Мне ничего не надо, ни золото, ни серебро, уголок, чтобы самая одна жила где-нибудь. Дом аварийный, да? Да, дом полностью аварийный. Мы попозже поедем сейчас, посмотрим сами, чтобы у вас представление было. Там хоть бы кухня осталась, я бы все сделала. Жительница Углового Любовь Тушкина рассказала, прожила в своем доме 54 года. Сейчас от жилья остались развалины. Женщина попросила Василия Орлова переселить ее в пункт длительного пребывания в Благовещенск. В квартире сына, где она сейчас живет, неблагоприятные условия, пожаловалась Любовь Федоровна. У нас, конечно, на особом контроле люди пожилого возраста, те, кому действительно тяжело, и приобрести жилье даже они в зону риска попадают, потому что зачастую становятся жертвами мошенников. И, конечно, попросил я глав районов на эту проблему отдельное внимание обратить, взять на карандаш этих людей и убедиться в том, что эти люди получили не просто сертификат, и для галочки мы выполнили, что человеку выдали средства, а чтобы они реально получили квартиру, приобрели эту квартиру или дом и переселились с него. Это принципиально важная позиция для нас. В Мазановском районе глава региона также интересовался у людей, получили ли они все выплаты. Семья Курмазовых рассказала, деньги им перевели, а также выделили дрова. Это очень важно, так как люди живут в зимней кухне, пока не восстановили дом. Планируют так пережить всю зиму. Сейчас задумываются о переезде в Благовещенск или свободной. Хотелось бы здесь остаться, но если где-то здесь жилье брать, все жилье такие же, как и наше. Все под водой второй раз уже. Здесь смысла покупать, в этой деревне нет смысла. И таких домов, как у меня, их тут очень мало, кирпично. Я хотел бы здесь остаться, но вынуждает. И у меня уже здоровье, я вот это все не протяну, если что-то ремонтировать и здесь оставаться более после операции. Кстати, жители могли задать вопросы главе региона не только лично, но и через мобильную приемную. За два дня работы пункта в нескольких селах было принято более 30 обращений. Основные вопросы – сроки предоставления сертификатов на жилье и проведение капитального ремонта. Тем временем Василий Орлов напомнил региональному Минприроды дано поручение разработать карту зон подтопления в Амурской области. По итогу должны быть определены подтопляемые и потенциально опасные зоны. В таковых не будут давать разрешения на строительство. Жилье на этих территориях не смогут купить амурчане, которые получили деньги на приобретение недвижимости после ЧАЭС. По мнению главы региона, это позволит снизить число тех, кто может пострадать от наводнений. Работа может занять до двух лет. Анастасия Петраш, Антон Максимов, Амурское областное телевидение. Потерявшим жилье в результате ЧАЭС будут помогать по-новому. Минстрой введет новые правила соцподдержки. Известно, изменения коснутся жителей субъектов Дальнего Востока. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Правила предоставления соцподдержки размещены для общественного обсуждения. После принятия проекта будет действовать единый подход выделения средств из резервного фонда жителям, потерявшим жилье из-за стихии. Первыми по новым правилам будут работать в регионах, пострадавших от паводка летом 2019 года. Как сообщали ранее, это Хабаровский край, еврейская автономия и Преамурия. Около миллиарда рублей в этом году было выделено на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть». Из этих денег часть направили на строительство дорожного полотна в сторону села Чигири. 9 октября состоялось торжественное открытие первых 300 метров. Тем временем в Благовещенске подходит к концу ремонт 23 участков. Ход выполненных работ оценили министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области и мэр Благовещенска. Подробности в материале Ольги Сысой. Отрезок улицы Кузьмичной возле УКЦ после ремонта не узнать. Из городской казны на нее потратили более 13 миллионов рублей. Эти деньги пошли на замену 8 опор наружного освещения, укладку 250 метров тротуарной плитки, парковки для около сотни машин. Но резюминкой ремонтных работ стало 5000 квадратов инновационного для Благовещенска дорожного полотна на основе щебеночно-мастичного асфальтобетона. Эта технология лучше тем, что идет большее количество сцепления колеса с покрытием, то есть повышенной шероховатостью. Если какие-то температурные условия у нас зима-лето, то как правило это весной, осенью бывают трещины появляются на проезжей части, а при теплых температурных условиях он просто самозалечивается. То есть если трещина шириной до полусантиметра, она просто затягивается битумом и камнем, который присутствует в этом асфальте. В этом году улица Кузнечная и еще 23 участка магистральных дорог региональной столицы попали в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На их ремонт было выделено почти полмиллиарда рублей. А потому оценить ход работы приехала мэр Благовещенска Валентина Калита. Она рассказала, на 13 объектах процесс уже завершен, еще 10 на финишной прямой. Между тем в рамках проекта работы ведутся и на дорогах регионального значения. К примеру, трассу, которая в скором времени соединит город и село Чегири, уже частично открыли. Строительство здесь стартовало в прошлом году фактически в чистом поле. Этот участок обошелся областному и федеральному бюджетам почти в 29 миллионов рублей из 900 миллионов, выделенных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть». Дорога напрямую свяжется Лочегири и город Благовещен, что позволит снизить интенсивность движения на Новотроицком шоссе. Замечаний было немало, я вам скажу. Замечания были и серьезные. Здесь второй раз обустраивалось покрытие, к которому к первому положенному покрытию были существенные требования, которое было снято и положено вновь после проведения проверки лабораторной. Когда мы утвердились, что качество соответствует всем нормативам, мы приняли этот участок. Планы работ на ближайшие два года, пока в стадии формирования. Они готовятся с учетом предложений муниципальных образований Амурской области, а также жителей. Но известно, что подготовленные проекты должны быть представлены до 25 ноября, чтобы к началу работ в следующем году все заинтересованные ведомства и подрядчики уже были готовы. Жизнь в пробке. Автомобилисты Благовещенска жалуются на сильные заторы на Калининском переезде. Ситуация особенно обострается в часы пик. Одни говорят, что причина в ремонте улицы. Другие видят проблему в поездах, которые везут топливо на ТЭЦ. Когда завершится ремонт трассы? И действительно ли железнодорожный транспорт перегораживает пути в самое востребованное время? Ответы на эти вопросы искала съемочная группа Амурского областного. Пробки на Калининском переезде давно не новость. Но если раньше стоять в очереди приходилось только в часы пик, то в последний месяц ситуация заметно ухудшилась. В августе на одной из главных магистралей города стартовал ремонт. Благовещенка Наталья Наделяева тоже попала в затор на Калинина. Проверила, пешком идти получается быстрее, нежели ждать проезда. Всем привет. Ну, мне давно это хотелось сделать, сидя в машине за рулем или на пассажирском сидении. В общем, муж меня высадил на перекрестке, Калинина рабочая. И я совершенно спокойно, быстрее, чем все машины иду в газетный комплекс. Вы знаете, я дойду быстрее, чем те машины. Они вот там все сзади. Те, кто живет в микрорайоне, регулярно опаздывают на работу, рассказывает Наталья. Утренние пробки на всех магистралях, ведущих из этой части города. Если раньше можно было подгадать по времени и проехать с минимальным простоем, говорит Благовещенка, то сейчас, во сколько не выехал, все равно на работу приедешь впритык. Когда начали делать ремонт на улице Калинина, где ЖД-переезд, то это вообще просто коллапс. Я вчера для интереса просто ехала в 5 часов, например, там. Ничего к 9 часам не изменилось. То есть такое ощущение, что город просто там весь стоит. И меня вечером вез муж. Я вышла за два квартала до места, куда мне нужно было добраться, потому что это было нереально доехать. Я дошла быстрее эти два квартала, чем вот эти машины, которые ехали под дороги. Еще одна беда, провоцирующая пробки, говорят автовладельцы поезда, которые ходят по Калининскому переезду. Водители жалуются, якобы железнодорожный транспорт проходит в часы пик. Бывший мэр Александр Калядин рассказывает, такая проблема была давно. В начале 2000-х ее удалось решить благодаря личной договоренности. Приехал к Витковскому, говорю, вот такие дела, значит, шалишь в городе, не даешь проехать, надо решить. У меня простое будет, и понятно, что простое. С Пинковым договорились, что он готов принимать в какое-то время. Вот и все. Ну, понятно, что Квитковский не самостоятельно это принял решение. Он созвонился с Войскальским отделением, Слободневским отделением, ЗАБЖД. Ну, там тоже пошли навстречу, и проблема решена. По словам начальника станции Благовещенск, железная дорога работает круглосуточно. Вагоны с углем, которые доставляют топливо на ТЭЦ, отапливающую весь город, по-хорошему должны подаваться 24 часа в сутки. Однако железнодорожники тоже понимают, что это создаст транспортный коллапс. Поэтому в часы пик вагоны не пускают и не планируют этого делать в будущем. Мы рассмотрели, то есть в час пик с 7 утра до 9 утра переезды не будем занимать, ни Калининские, ни Мухинские. И с 5 вечера до 6 вечера тоже переезды будут свободны. В обедный перерыв мы будем обязаны подавать данные вагоны, потому что утром и вечером мы ограничили подачу вагонов из-за продвижения автомобильного транспорта через переезды. Ночью, естественно, мы будем загружать основную массу ночью. Подача вагонов, уборка вагонов с путей по ПЖТ, как туда, так и обратно. Владимир Лисицын пообещал, еще раз проведет контроль времени подачи вагонов. Между тем, ремонт на Калининском переезде тоже подходит к концу. За время работ был выполнен демонтаж старого основания. Заканчивается установка бордюрного камня, уложен выравнивающий слой. В первую очередь был закончен перекресток непосредственно, где была нанесена дорожная разметка сразу же для удобства проезда автотранспорта. И дальше произвели работы между ЖД-переездом и кольцевой развязкой. На сегодняшний день нам осталось установить бордюрный камень оставшийся и положить на второй полосе верхний слой, общима, щебеночный масличный асфальтобетон. Полностью завершить все работы и открыть движение дорожники планируют уже на этой неделе. Главное, чтобы погода не подвела. Так что, вполне вероятно, уже через несколько дней проехать по Калининскому переезду можно будет без настолько больших пробок. Анастасия Петраш, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Амурскую область ждет рост экономики. Федеральные власти подсчитали величину валового регионального продукта на ближайшие пять лет. И пришли к выводу, что только один субъект ждет падения. В ближайшие годы экономика Сахалинской области просядет почти на 15%. Чиновники определили лидеров и аутсайдеров по росту экономики. Почти на 9% вырастет в РП Чукотки и Иркутской области. Регионы занимают первые две строчки. Третье место у Амурской области. Рост ВРП при Амуре составит чуть больше 6%. Как утверждают эксперты, подъем напрямую связан с реализацией инвестиционных проектов. Будут введены новые производства, увеличатся объемы прежде всего в лидирующих направлениях. Это добывающая промышленность, к примеру, разработка угольных разрезов, добыча золота, переработка сырья, машиностроение, химическое производство, торговля, строительство. В Амурской области такой положительный прогноз связан в первую очередь со строительством газоперерабатывающего завода. Газоперерабатывающие предприятия также построят в Иркутской области. На Чукотке и в Магаданской областях планируется расширение направления золота добычи. Новая школа, сразу три детских сада, современный стадион и парк Победы. Все эти объекты должны построить в Циолковском. Срок – 10 лет. О долгосрочном плане социально-экономического развития Космограда говорили на заседании областного правительства. Долгосрочный план разрабатывала рабочая группа. В ее состав входили представители Роскосмоса, областного правительства и администрации Циолковского. Формирование проекта шло исходя из прогноза численности населения города. Сегодня там почти 6800 жителей. К 2030 году число горожан вырастет почти до 18 тысяч. На заседании правительства отметили, до 2028 года планируется ввести 175 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры, в том числе дороги и объекты ЖКХ. Также к 2028 году город должен быть полностью обеспечен жильем с учетом прогноза роста населения. Первую очередь жилых домов на 2100 человек сдадут уже в 2020. Через два года в микрорайоне Звездный должны построить новую школу на 825 человек. Деньги выделит Роскосмос. Также проведут реконструкцию действующей школы. За 10 лет в Космограде появится три новых детских сада, каждый на 230 малышей, поэтому потребность в местах будет закрыта. Кроме того, в Циолковском появится младежный культурный центр, будет проведен ремонт систем коммунальной инфраструктуры, введено в эксплуатацию строящиеся здания медико-санитарной части, построен футбольный стадион, здание ЗАГСа и другое. По словам Василия Орлова, Циолковский должен стать самым современным населенным пунктом Преамурья. Нигде в стране сегодня не строится новый город. Это происходит только в Амурской области. Трудовые отношения, выплата заработной платы, транспортная доступность и медицина – эти и другие темы подняли на встречи с амурским губернатором представители отраслевых профсоюзов. По традиции она прошла 7 октября в Благовещенске с участием представителей областных министерств. Что волнует амурские профсоюзы сегодня в материале нашего корреспондента. Одна из обсуждаемых тем реорганизация станции скорой помощи по проекту корпорации Ростехнологий должна была передать около 30 спецавтомобилей в Благовещенск и взять на управление станцию. Работу медучреждения планировали разделить на два блока – медицинский, непосредственно работа медиков и обслуживание населения второй – технический, работа водителей, механиков, обслуживание транспорта. Однако пока реализацию этого проекта приостановили. Пошла, как у нас это сейчас часто бывает, лживая информация, фейковая информация о том, что мы собираемся в частные руки эту скорую помощь дать. Все это неправда, не соответствовало действительности. Мы эту работу приостановили. Но из хороших новостей, сейчас Минпромторг возобновил программу безвозмездного предоставления техники регионам. У нас в плане на этот год 16 автомобилей скорой помощи, чуть больше 30 единиц машин по детям, по школьным автобусам. На встречу с чиновниками в областной центр приехали несколько десятков представителей профсоюзов региона. К примеру, в Райчихинске в непростой ситуации оказались уборщики, дворники, сторожи детских садов и школ. Известно, в связи с ростом заработной платы вспомогательному персоналу сократили зарплатные ставки. В качестве рекомендации, в том числе и вам, как представителей профсоюзов, провести нормирование труда, фотографии рабочего дня, смотрим, что человек делает за ставку, получается минимальная оплата труда, и все сразу вопросы могут отпасть. Просто так, без каких-то нормативных документов, это делать, на мой взгляд, недопустимо. Готовы с вами встретиться, обсудить, и все, что касается системы образования, проработаем. В ходе встречи губернатора, а также профильные министры ответили на заданные вопросы в числе рассмотренных, обеспечение жильем пострадавших в результате прошедшего паводка, осуществление деятельности профсоюзных организаций, газификации региона и областного центра в частности, отдельные проблемы в образовательной коммунальной сфере, строительство второго моста через рекузея, международного мостового перехода через Амур, а также канатной дороги. Вопросы тех, кто не успел их озвучить в ходе встречи, уже в письменном виде передали в правительство области. Каждый раз смотрят компетентные специалисты. Встречу профсоюзного актива области с губернатором и профильными министрами проводят в рамках международной акции «За достойный труд». Она проходит ежегодно более 10 лет по решению Генерального Совета Международной конфедерации профсоюзов 7 октября более чем в 130 странах мира. Денис Сверденко, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Амурского бизнеса омбудсмена оштрафовали на 3,5 миллиона рублей. Регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Оксану Степанову признали виновной в незаконной продаже алкоголя. В материалах дела сказано, что Оксана Степанова приходится матерью бизнесмена, у которого в свободном работает ресторан. Однако по факту предпринимательскую деятельность вела сама Оксана Степанова и вопреки действующему закону в ресторане торговали алкоголем без лицензии. Происходило это с августа 2017 по январь 2018 года. Оксану Степанову признали виновной в совершении преступления и назначили ей штраф в 3 миллиона 500 тысяч рублей. Она должна выплатить его в течение двух месяцев с момента вступления приговора в законную силу. Три года в колонии общего режима с возмещением ущерба. Такое наказание присудили бывшему судебному приставу Амурской области. Из казны ведомства Амурчанка похитила 6,5 миллионов рублей. Деньги ей нужны были для открытия салона красоты. Пользуясь служебным положением, она переводила крупные суммы из бюджета государственной организации на счета разных людей. Те обналичивали средства и передавали их злоумышленнице. В местах не столь отдаленных она отсидит чуть позже, когда ее ребенок 2008 года рождения достигнет 14-летнего возраста. В преступной схеме были замешаны другие фигуранты. В их отношении идут разбирательства. На 10 суток арестован пассажир авиарейса Екатеринбург-Благовещенск. Как следует из заявления бортпроводника, 38-летний мужчина выражался грубой, нецензурной бронью. Выражал явное неуважение к обществу. На неоднократные замечания не реагировал. Инцидент произошел 5 октября. Авиадебошира задержали сотрудники транспортной полиции в аэропорту Благовещенска. Нарушитель был доставлен в медучреждение на освидетельствование. Согласно заключению, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге в отношении дебошира составлен протокол об административном правонарушении. Мужчина признан виновным по статье «Мелкое хулиганство». Смотрите далее в нашей программе. Ралли на границе. В феврале на Амуре впервые пройдет международный фестиваль автомобильного спорта. Туристский калейдоскоп в Благовещенске прошел первый региональный молодежный туристический фестиваль. Вокруг света на Буханке. В Преамурье на Уазе прибыли участники кругосветного путешествия. Спасибо, что остались с нами. И мы продолжаем. Свободненский район раньше других территорий завершит уборку овощей. План уже выполнен почти на 100%. Аграрии района собрали порядка 200 центнеров овощей с гектара. На втором месте Тамбовский район. Территория выполнили немногим более половины от общего плана. Замыкая тройку лидеров, Сеерышевский район. Здесь обработано 3 гектара полей из 5 запланированных. В целом по области овощи сегодня убирают на 243 гектарах полей. Из запланированных 480 в день получают почти 700 тонн овощей. Аграрии ведут уборку капусты, моркови, свеклы, картофеля. Кстати, Амурская область каждый год занимает первое место на Дальнем Востоке по производству сельхозпродукции. Стоит отметить, что сейчас сельхозтоваропроизводители также заняты уборкой сои. Ход работ по сбору главной культуры региона накануне оценил глава Преамурья. Аграрии компании АНК Холдинг сообщили, всего обрабатывают порядка 45 тысяч гектаров, из них половина отдано под сою. Из-за дождей не смогли посеять порядка 5 тысяч гектаров сельхозкультур. Сегодня из-за переувлажненности не могут убрать 3000 гектаров зерновых в Октябрьском районе. В будущем хотят приступить к поэтапному восстановлению миллиаративной системы полей, а также построить современную семенную линию. Миллиарация – это сегодня, конечно, ключевой вопрос в дальнейшем увеличения и воловки, и эффективного использования нашей земли. В чем сегодня проблема? В том, что на протяжении уже более 25-30 лет, что с миллиарацией, в принципе, никто не занимался. Также Василий Орлов посетил поля агрофирмы «Зарева». В хозяйстве рассказали, в этом году посевная площадь выросла на 3% и составила 8300 гектаров. Из них посевы сои – 5400 гектаров. От переувлажнения пострадало 2000 гектаров посевов. В целом, по области сою предстоит убрать на 660 тысячах гектаров. По последним данным, уже убрано 50 тысяч гектаров. Средняя урожайность – чуть больше 13,5 центнеров с гектара. Больше всех собирают в Ивановском, Константиновском и Тамбовском районах. К слову, Преамурья – лидер по производству сои. В областном правительстве планируют предоставить господдержку амурским сельхозтоваропроизводителям в приобретении 500 тракторов и 350 зерноуборочных комбайнов ежегодно. Анастасия Петраш, Антон Максимов, Амурское областное телевидение. Развитие туризма и экспорт амурской сельхозпродукции. Сотрудничество Преамурья с провинцией Хэлунзян обсудили на прошедшей встрече в правительстве региона. В Благовещенск прибыл генеральный консул КНР в Хабаровске Цуэкодзе. По словам губернатора, с момента прошлой встречи, которая состоялась почти год назад, достигнуты новые значительные результаты в сотрудничестве с провинцией Хэлунзян. Как сообщает пресс-служба правительства региона, стороны обсудили вопросы наращивания поставок сельхозпродукции на китайский рынок. На прошедшем Восточном экономическом форуме заключен крупнейший контракт на экспорт соев Поднебесную. Его сумма – 12 миллионов долларов. Более 30 тысяч тонн главной амурской культуры отправится в Китай. Выросло число туристов из Китая. В этом году Преамурья посетили более 100 тысяч туристов. В феврале 2020 года на границе планируют реализовать новый спортивный проект – первый международный фестиваль автомобильного спорта на реке Амур. Предполагается, что автомобильное ралли пройдет на фарватере нашей общей реки со стороны КНР, отметил Василий Орлов. Кто такой депутат, как принимаются законы, почему важно ходить на выборы? Об этом и многом другом рассказали старшеклассникам Ромнинской школы. У ребят прошел урок парламентаризма. Причем провел его человек, который непосредственно связан с политическим процессом. В гости к школьникам приехал депутат законодательного собрания Преамурья Андрей Рути и съемочная группа Амурского областного телеканала. Вот как можно было характеризовать выборы при Николае II? Какие они были? Ответы на вопросы по истории российского парламентаризма старшеклассники дают, не задумываясь. Говорят, проходили тему сначала в девятом классе на общество знаний, а теперь на отдельном предмете права. Однако теория теории, а вот значение практики недооценивать нельзя. Закрепить тему помог депутат законодательного собрания области Андрей Рудь. На своем примере парламентарий рассказал, как рассматривают законопроекты, как работает региональный парламент, кто такой депутат и какова структура депутатского корпуса. Это вот муниципальные депутаты, это в каждом селе, в каждом муниципальном образовании. Следующие депутаты это районный или городской совет народных депутатов. Андрей Рудь уверен, очень важно, когда человек, который непосредственно является участником политического процесса, рассказывает ребятам об этой теме. Школьники получают возможность услышать ответы на интересующие вопросы из первых уст. Это повышает их грамотность как будущих избирателей, которым уже через несколько лет предстоит участвовать в выборах. Очень важно выезжать именно в районы нашей области, потому что, например, в городе Благовещенске, Белогорске все-таки более часто школьники видят и представителей депутатского корпуса. Здесь в районах довольно-таки редко появляются депутаты такого уровня. Поэтому мне кажется, что эти уроки нужно продолжать и делать их постоянными, охватывая все больше и большее количество наших школьников, старшеклассников. Педагоги такой практический сценарий урока тоже поддерживают. Говорят, детям нужно развиваться и познавать что-то новое. А также старшеклассникам уже пора определяться с будущей профессией. Вполне возможно, что кто-то из ребят захочет пойти в политику. Я просто убеждена, что вот такие классные часы, они очень важны. Старшеклассники узнают что-то новое для себя, полезное, повышают свою правовую культуру. Старшеклассники, мы видим, разбираются в политических вопросах. А это ведь очень важно, потому что политика, она в целом влияет на развитие общества, а следовательно на жизнь и судьбу каждого человека. Урок парламентаризма длился чуть более получаса. За лекцию прослушали порядка 20 старшеклассников. Это имеет ценность, потому что это человек, который работает в этих структурах. И для нас посмотреть на него, узнать это из его уст ценнее, нежели это прочитать в учебнике или услышать от нашего учителя. Стоит отметить, что подобные уроки пройдут в большинстве школ при Амуре. Их также проведут депутаты Амурского Заксобрания. Лекции приурочены к памятной дате. Уже в конце октября региональный парламент отметит свое 25-летие. Анастасия Петраш, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Туризм глазами молодежи. В Благовещенске прошел первый региональный фестиваль «Туристский калейдоскоп». Он прошел на базе Амурского госуниверситета. Главная цель мероприятия – привлечь молодых людей к туризму, спорту и проведению туристско-краеведческих мероприятий. Реализовать проект «Туристский калейдоскоп» АМГУ удалось благодаря гранту. Университет выиграл финансовую поддержку от Российского союза молодежи. Организация активно поддерживает инновационные молодежные проекты. Благодаря гранту и удалось организовать фестиваль, который в дальнейшем планируется сделать ежегодным. Проект первый, проект нестандартный, потому что в одном проекте сразу несколько. И получается у нас в течение два дня – это и фотоконкурс удивительный рядом, это и конкурс видеофильмов в нескольких номинациях, так же, как и конкурс фотографий, плюс еще конкурс инновационных туристских маршрутов. Также в рамках фестиваля пройдет туристско-краеведческий форум «Сто дорог». Дискуссия о развитии туризма в Амурской области, кластерный подход, мастер-классы. Во второй день состоялся масштабный туристско-краеведческий квест «Амурский зори-2019», который прошел на территории санатория «Василек». Завершилось мероприятие подведением итогов и награждением победителей призеров фестиваля. На церемонии открытия отметили Амурская область, регион, в котором есть что показать туристам. И есть возможности для развития отрасли. В этом году при Амурье уже посетило более 100 тысяч туристов. Внутренний поток составил более 300 тысяч человек. В фестивале принимают участие порядка 120 человек. Это учащиеся Амурского госуниверситета, БГПУ, ДВОКО, Амурского колледжа, сервисы и торговли, а также школьники. Такие молодежные проекты способствуют тому, что в нашей области делаются какие-то новые открытия, новые идеи предлагаются. Все это очень интересно. Сама программа форума, я вот посмотрела, она говорит сама за себя. Фото-конкурс «Удивительная ряда». Форум «Сто дорог», конкурс видеороликов «Новый взгляд», конкурс молодежных инновационных проектов «Маленькое открытие в Преануре». Другими словами, за эти два дня фестиваля мы будем удивляться, делать новые туристические открытия, осваивать туристические дроби. Возраст подростковый, но сделано за это время очень много. 15 лет отметил Союз пенсионеров России. В Амурской области в состав организации входят 4 тысячи человек. Торжественные мероприятия в честь праздника состоялись 9 октября в Благовещенске. Торжества прошли в зале Амурского областного колледжа искусств и культуры. Учащиеся учебного заведения подготовили праздничный концерт. Здесь же на сцене коллектив, а также некоторых членов регионального союза пенсионеров России отметили благодарственными письмами губернатора Преамурья. Награды также вручили министерства и ведомства, которые тесно работают с организацией. В Амурском региональном отделении Союза отметили все эти полтора десятка лет. Главным направлением их деятельности были дети войны. Сначала провели слет этой категории амурчан, собирали очерки, составили реестр детей войны, которые были тружениками тыла. Также благодаря региональному отделению происходит международный российско-китайский обмен делегациями пожилых людей. Спартакиада пенсионеров, соревнования людей золотого возраста по компьютерной грамотности. В организации не планируют останавливаться на достигнутом и строят планы на будущее. Громадье. Мы просто не успеваем. Гранты. Без грантов мы бы уже не жили. Гранты нужно писать. Вот мы выиграли грант кланью земли амурской. 452 пенсионера бесплатно по Амурской области путешествовали два года. Мы хотим этот социальный туризм распространить не только на Амурскую область, чтобы наши амурчане побывали и в Приморье, в Хабаровске. Путь к шахматам в региональной столице. Мама ребенка, инвалида детства, просит о помощи. Ее 9-летняя дочь, подающая огромные надежды, шахматистка. В скором времени во Владивостоке состоится дальневосточный турнир, куда девочка мечтает попасть. Однако семья самостоятельно осилить поездку и проживание не может. Ольга Сысоя побывала в гостях у талантливой Благовещенки. Подробности в следующем материале. На этих кадрах домашней хроники 7-летняя Диана Волкова. Здесь она только-только осваивает шахматные фигуры. А это уже два года спустя. Международный шахматный турнир в Китае, где маленькая амурская шахматистка виртуозно ставит противнику мат-ладьей. Сегодня Диане уже 9 лет и она опытный стратег. По словам мамы, девочки за два года игры в шахматы ее дочь стала намного серьезнее и ответственней. У нас в семье трое детей. Она самая младшая, но она всех контролирует. У нее такая черта характера. Она за всем везде контролирует, все следит. Вот такая вот. Диана инвалид детства. Каждый день по часу девочка занимается дома с помощью книг. Минут 15 отдых за чашкой сладкого чая, подпитать мозговую деятельность. Дальше занятия с мамой. Черные куда идут? Сой 6. О том, куда идут черные и как обороняться белым, Диана охотно учит и свою 4-летнюю племянницу Соню. Пешка ходит сначала в партии на две клеточки, а потом по одной. И она не может вот так ходить, вот так. Между тем, любимая фигура у Дианы – это ладья. По словам девочки, ее прелесть в том, что она может свободно передвигаться по всему игровому полю. Юная шахматистка мечтает, что однажды вот так же свободно она покорит и шахматный Олимп. Ну, я хочу стать чемпионкой мира и всегда. Для того, чтобы стать шахматной королевой, у Дианы Волковой есть все шансы, считает ее тренер Светлана Пономаренко. Девочка уже не раз себя проявляла, как неординарный игрок, способный обвести противника вокруг пальца. Ну, она может отдать фигуру, она может пожертвовать, она уже видит такие тактические приемы с завлечением, отвлечением. Она может отдать ферзя и потом выиграть. Ну, вот у нее это присуще. Однако талант юной амурской шахматистки может так и остаться на региональном уровне. Сейчас группа, где занимается девочка, усиленно готовится к дальневосточному турниру во Владивостоке. Но шансов туда попасть у Дианы очень мало. Мама, которая воспитывает одна-троих детей, попросту не осилит такую поездку. Шахматный турнир будет длиться 10 дней. Предварительно на проживание и питание Евгении и Диане необходимо около 50 тысяч рублей. Помочь ребенку может любой желающий. Реквизиты для перевода средств указаны на экране. Ольга Сысой, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Свободные посетили участники кругосветного путешествия. Дорогу, что пролегает через 60 стран, москвичи преодолели на отечественном Оазе. В народе машину называют «Буханка». Такое же название носит и само путешествие. В дороге команда из трех человек находится уже два с половиной года. Они проехали всю Европу и Африку, от Марокко до ЮАР, включая такие страны, как Нигерия и Конго. Путешественники побывали в Уругвай, Бразилии, а из Мексики машина прибыла во Владивосток. Оттуда – в Амурскую область. Сейчас путешественники на пути к российской столице. Их маршрут пройдет через всю страну. За это время они посмотрят на Байкал, проедут по Алтаю, заедут на Кавказ. На этом у меня все. Увидимся в эфире Амурского областного телеканала. Редактор субтитров А.Семкин